Споры из-за российского трубопровода, проложенного по дну Балтийского моря, не утихают. Американские санкции и необходимость реагировать на отравления Алексея Навального, которые еще расследуют, вынуждают Германию отказаться от строительства Северного потока-2. Но ФРГ понимают, что загубить такой проект, причем почти завершенный, непозволительная роскошь. Ранее за продолжение строительства российского трубопровода высказались премьеры Восточной Германии. Теперь к ним присоединилось Министерство экономики. В ведомстве подсчитали, сколько стоит отказ от Северного потока-2. Немецкое издание DERTA GESPAIGEL отмечает, речь идет не только о деньгах. Без этого проекта в Европе может возникнуть дефицит газа. Деньги в трубу. Постепенно все больше немецких политиков и чиновников поддерживают завершение строительства Северного потока-2. Вначале за проект выступил федеральный министр финансов Олаф Шольд. Затем министр экономики Петер Альтмайер напомнил о том, что трубопровод является многомиллиардным проектом, в который Германия тоже вкладывала немало денег. Как минимум потери обойдутся в 12 млрд долларов, и это только на первом этапе. Недопустимо каждые пару месяцев ставить под сомнение проекты, рассчитанные на несколько десятилетий. Если остановится экспорт из России, откуда мы тогда газ брать будем? Задается вопрос Альтмайер. Полностью отказавшись от Северного потока-2, Европе необходимо будет не только забыть об инвестиционных потерях, но и потратить много средств на расширение инфраструктуры для СПГ. Такой шаг не только выглядит бессмысленным, но и является почти преступным в условиях кризиса, вызванного пандемией. Почти все чиновники и политики Германии, в том числе канцлер Ангела Меркель, понимают, что останавливать строительство трубопровода – не выход. Именно поэтому из-за дела Навального, скорее всего, будут введены персональные санкции против чиновников из РФ. Но некоторые все еще выступают категорически против российского газопровода. Депутат от «Зеленых» Оливер Кришер не поверил, что Европе требуется 100 миллиардов кубометров в год и обвинил правительство в авантюризме. Пишут в Дерта Джеспайджел. Под сомнение эти цифры ставятся из-за того, что расчеты проводила компания Nord Stream 2 Айги. Но она получала дополнительные экспертные заключения от ЕС, МАА, Института энергетики ЮИ и консалтинговой компании «Прогноз», что уже более сложно оспорить. Напрашивается очевидный вывод – «Зеленый против Северного потока» – два, просто потому, что он идет из РФ. Откуда газ брать будем? Готовы переплачивать? Задаются вопросом эксперты энергетического рынка, указывая на, что американский СПГ обойдется примерно на 40% дороже. Но если власти Германии решили достроить российский трубопровод, несмотря на американские санкции и политическое давление, мнение группы либеральных депутатов вряд ли серьезно повлияет на окончательное решение. Берлин полон спекуляций на тему возможного отказа канцлера ФРГ Ангелы Меркель от поддержки «Северного потока-2». Подобные разговоры стали множиться после инцидента с блогером Алексеем Навальным. Глава берлинского бюро британской The Financial Times Гай Чазан напомнил, что сама Меркель никаких подобных заявлений не делала, а ее позицию по завершению строительства газопровода поддерживает подавляющее большинство политического истеблишмента Германии. Помимо того, на территории ФРГ нет газмонополиста, все энергоснабжение завязано на частных компаниях. А этим компаниям нужны надежные регуляторные рамки, которые не нарушаются, и Берлин знает об этом, заявил аналитик немецкого института по вопросам безопасности и международных дел Кирстен Вестфаль. Автор материала напоминает, что проект стоит 10 миллиардов евро, и его готовность равна 97%. Российская компания «Газпром», строящая газопровод, получила от пяти европейских компаний кредит на его возведение в размере 4,5 миллиарда евро. Не исключается, что в случае отказа от проекта Берлину придется выплатить компенсацию. Коалиция для противоборства строительству экспортного газопровода из России в Германию «Северный поток-2» докажет неэффективность внешней политики США против проекта, рассказал ФБА «Экономика» сегодня заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Возможное участие немецкого бизнеса в проекте «Арктикс ЭПГ-2» предполагалось давно, но в нынешнем контексте отношений смотрится специфично. Об этом ФБА «Экономика» сегодня рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович. Соединенные Штаты Америки объявили о намерении создать коалицию противников проекта строящегося магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Вашингтон уверен, рассказал государственный секретарь США Майк Помпея в интервью немецкому таблоиду Bild, что трубопровод несет серьезные риски для Европейского Союза из-за того, что создает зависимость от российского газа, угрожает Украине, а также глубоко волнует многих немцев. Американская сторона, подчеркнул госсекретарь США, давно работает над остановкой строительства «Северного потока-2». В связи с этим Вашингтон намерен призвать власти Германии поддержать Соединенные Штаты на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным. Правительство Германии изучает вопрос участия в проекте «Новотека Арктикс ЭПГ-2» на полуострове Гдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом в пятницу сообщил журнал «Шпигль». Издание указывает, компания «Ойла Гермес» может инвестировать в строительство объектов инфраструктуры проекта 300 миллионов евро, а химическая компания «Линд» зайдет с технологиями жижения газа. Но если верить источникам «Шпигль», решение еще не принято. Стоит отметить, что у крупного российского проекта по добыче, жижению и продаже газа уже немало инвесторов. Так, участие в реализации проекта принимают французская «Тотал», китайские концерны «Кнук» и «Кмбк», а также консорциум японских компаний «Мэцуй» и «Джагмэк». Всем этим участникам принадлежат по 10% акций. Главным акционером все же остается российский «Новотек». Действительно, на первый взгляд зарубежных партнеров у российской компании в проекте более чем достаточно, отмечает Митрохович. Но здесь приходится вспомнить о главной проблеме. У России нет технологии крупнотоннажного жижения природного газа, нам приходится использовать наработки той же немецкой линд. И ее участие в проекте давно не секрет для экспертов отрасли, сюрпризом такие заявления становятся только для обывателей. Российские игроки «Газпром» и «Новотек» разработали лишь технологии малотоннажного и среднетоннажного жижения. Компании РФ только трудятся над крупнотоннажными разработками, а необходимы они уже здесь и сейчас. Так что без немецкой линд, скорее всего, в столь крупной проекте, как «Арктик СПГ-2» не обойтись. Бизнес ФРГ заинтересован в России. «Арктик СПГ-2» – второй СПГ проект «Новотека». Суммарная мощность трех технологических линий завода составит 19,8 миллиона тонн жиженного природного газа в год. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий, в 2024 и 2026 годах соответственно. Ресурсной базой проекта стало утреннее месторождение, расположенное на Гадане примерно в 70 километрах от проекта «Ямал СПГ» через Обскую Губу. Капитальные вложения для запуска проекта на полную мощность оцениваются в эквиваленте 21,3 десятых.